Девушки отдыхают Весь мир был у него на ладони Его дружбы искали великие и сильные мира Десятки миллионов людей знали его А умер он в одиночестве, забытый всеми Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Наконец-то, Марго, ты увидишь настоящего волшебника Ты посмотри на него Настоящий граф Калиостро Фарина говорила, что он может превращаться в различных зверей В тигра, в собаку Ой, ну и что же не превращается? А ему запретили это делать Он подписку дал Зина, вранье все это У него за ухом шишка, в которой ушит радиопередатчик А в зале сидят пацаны и утки, которые ему сигнализируют Технический трюк Так что, Зина, фальшивка твоя, Мессинг Сама увидишь И все-таки это телепатическая сессия Дело не в терминах Да я понимаю, что дело не в терминах Но слово телепатия себя сильно скомпрометировало Но все равно Материального поля, которое передавало бы информацию Из мозга в мозг, не существует Ой, донышко Толичка, милые друзья Здрасте Извините нас, пожалуйста Только на балконе придется сидеть Извините Сумасшедший какой-то Василий Осипович, а я боялся, что вы не приедете Прошу в мой кабинет Смотри, Вася Сталин приехал Точно он И все-таки это очень пунктное шарлатанство Как Кио Мы ведь тоже не могли разгадать его фокусы Помнишь, Василий? Но Кио и не скрывает, что он фокусник иллюзионист Мессинг того же типа Только не так-то просто разглачить его на сцене Даже не думайте, я вам не советую Пошли Вольф, третий звонок Ты готов? Вольф Что с тобой? Что? Ты не здоров? Нет, я... Я... Что? Больно, Аида Больно? Почему мне не верят? Неужели я вынужден жить со слепым и пустым неверим? Кто я, Аида? Каприз природы или каприз Бога? Кто я, Аида? Ты? Ты? Вольф Мессинг Ага Вольф Месяц И тебе пора на сцену Дай я на тебя посмотрю Готов? Ну тогда я пошла объявлять До твоего выхода три минуты Ну что ж? На сцену Вольф Мессинг Конечно Феномен Вольфа Мессинг до конца еще не объяснен наукой Но материалистическая наука тем и отличается от религиозного мраковесия и догматизма Что она открыта для новых фактов и исследований Которые со временем, конечно же, образуют новую, законченную научную теорию Позвольте, наконец, представить вам этого уникального, необычайного человека Вольф Мессинг Спасибо, спасибо Добрый вечер Дорогие друзья Здравствуйте, уважаемая публика Я очень рад, что вы пришли На выступление Но прежде чем его начать Я хотел бы Пригласить на эту сцену Женщину, которая сидит Которая сидит В четвертом ряду На восьмом месте Вы Я прошу вас Ну что ж Я вам сейчас объясню Прошу вас Прошу, прошу Вот так Проходите Идите Не бойтесь Прошу вас Уважаемая публика Вот эта прелестная барышня Подходя к театру Утверждала Что секрет Мессинга То есть мой Заключается в шишках Которые находятся у меня на шее И что туда Пшиты Радиопередатчики Так вот Это Шишка Посмотрите 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 Нет Посмотрите Посмотрите Чувствуете Нашли Чувствуете Это очень маленькая шишка Она у меня с рождения Так вот Пожалуйста Ответьте пожалуйста На такой вопрос Каким образом Вот в эту Маленькую шишку Можно вшить Радиопередатчик Или может быть Где-то в мире Появились такие Маленькие радиопередатчики Которые можно шить в шею Неверняка Это ваша подсадная утка Что? Это подсадная утка Подсадная утка? Я уверена в этом Вот Вот Именно так Думала эта барышня Когда шла Ко мне на выступление Что в зале У меня сидят утки Ведь так вы думали Ведь так же вы думали Так? Да А если так Тогда я прошу вас Скажите мне Что еще Вы говорили Своей подруге Когда шли Ко мне на концерт Извините меня И вы извините меня Пожалуйста Уважаемая публика Но мне Очень трудно работать Когда Обо мне плохо думают Еще раз Извините меня Пожалуйста Но без этого Я не мог начать Сегодняшнее выступление И чтобы снять Перенул недоверие Сегодня Мы начнем С вопросов Прошу вопросы Есть Желающие есть Вы Пожалуйста Скажите пожалуйста А вы действительно Умете превращаться в зверя Что? Что за чушь? Ерунда Не правда Как в голову такое приходит Хорошо же обо мне думают Еще Простите Так вы иллюзионист Или фокусник? Не то И не другое Позвольте Позвольте Это правда Что вы умеете Предсказывать будущее? Будущее? А Будущее Да нет Я же не бог Я Я не считаю себя Пророком Да иногда Я могу Заглянуть в будущее Я от него Как сгибнутизировал Я хочу предупредить всех Это очень Очень Небезопасно Заглядывать в будущее Прошу вопрос А спроси у него Кто в Свердловске В хоккей его играет Мои ВВС Или динамовцы Спроси Спроси Не стесняйся Ну Есть желающий Василий Осич Мы же с вами лично знакомы Почему бы вам самому не задать вопрос Прошу прощения, Вольф Григорьевич Хорошего вас слух Да это же Василий Старик Сын товарища Старик Василий Старик Василий Старик Слух у меня Абсолютный Повторите вопрос Чтобы его услышали Все зрители Угу Значит в начале января В Свердловске Будет игра на чемпионат СССР По хоккею Кто выиграет Мои ВВС Или динамовцы А? Конечно же ВВС Уральцы тоже неплохо играют А, да мы распределем Посмотрим Я Я попрошу тишины Тишины Прошу Я попробую Василий Осич Попробуйтесь Угу Интересно Я это подлетаю Покупай в китайских интернет-магазинах С экономией до 30% Кэшбэк-сервис Letyshops.ru Более 2 миллионов пользователей Уже экономят с нами Присоединяйтесь Ссылка в описании Присоединяйтесь Субтитры создавал DimaTorzok Я не смогу продолжить выступление Не смогу Он, похоже, не хочет тебя расстраивать Видать, вы проиграете Не могут с моей ребятами проиграть Не могут с моей ребятами проиграть Не могут с моей ребятами проиграть Что случилось? Это приемная Товарища Сталина? Это Мессинг Ворит Григорьевич Товарищ Паскребышев Соедините меня, пожалуйста, с товарищем Сталиным Я не сошел с ума Иосиф Федорович Дал мне этот телефон Сказал звонить В случае срочной надобности Я бы не посмел вам звонить по пустякам Если бы речь шла о не его сыне Василии Хорошо Я буду ждать аппарата Воль, что случилось? Случится Там зрители ждут Я не могу сегодня выступать Прости, пожалуйста Как? А что мне делать? Я не знаю, Ирочка Пожалуйста, придумай что-нибудь родное Придумай Ну, конечно Ведь речь идет о сыне самого товарища Сталина Аида Аида Я не ожидала от тебя Аида, что ты говоришь? Да Да Я? Я сейчас же выхожу Да Да что же это? Аида Да что же это такое? Разрешите? Здравствуйте Товарищ Мясенко Здравствуйте Товарищ Сталин Здравствуйте Здравствуйте Иосиф Серенович Как здоровья Аида Михайловна Спасибо Хорошо Что же такое произошло Что вы Через столько лет Первый раз Позвонили Не произошло Но Но может Произойти Иосиф 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 У меня на выступлении Сегодня было видение Я видел как Самолет В котором летел Аж сын Василий Иосифович С хоккейной командой В Свердловск Я не могу вам сказать Иосиф Григорьевич Идите пожалуйста Значит Если он Поедет В Свердловск Поездом Он будет Жив Да Он будет Жив А остальные Что же Остальным Спортсменам Делать Значит Остальные Полетят На самолете И погибнут И Просто Мне Судьба Остальных Спортсменов Неизвестно Вам неизвестно Да Как же такое Может быть Нет Нет Иосиф 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 Я думал Только о вашем Сыне Но Рейс самолета Конечно Нужно отменить Пожалуйста Конечно Вольф Григорьевич Конечно Или все-таки Пусть летят На самолете Нет Извините Мне кажется Будет правильно Если вся команда Поедет Поездом Это Хорошо Вольф Григорьевич Что вы Так близко К сердцу Принимаете Судьбу Моего Сына Это Наверное Происходит От того Что вы Близко Принимаете К сердцу Мою Судьбу Да Да Но Ваша судьба Не вызывает У меня Тревоги Как и Судьба Страны Которая Стала Для меня Второй Родиной Благодаря Вам А как Вы устроились На новом месте Вольф Григорьевич Хорошо Хорошо Да Ну и хорошо Звоните А Не волнуйтесь Вольф Григорьевич Но Катастрофы Не будет Благодарю До свидания Спасибо Спасибо Сбери Соедини Да Слушаю Иосиф Вяцаренович Послушай Лаврентий Павлович Был у меня Сейчас Твой Мессинг Не забыл Еще Товарища Мессинг Хотел бы забыть Да не получается А что Он опять Что-то Напророчил Да Он сказал Чтобы Василий Не летел Свердлов С самолетом Говорит Веда будет Катастрофа Ты Позаботься Чтобы Василий Не летел С самолетом Пусть Едет Поездом Хорошо Иосиф Вяцаренович А Как быть С остальными Остальные А ты Как думаешь Ну Я даже Не знаю Иосиф Вяцаренович Не знаешь Ты мне Говорил Что Мессинг Нас Дурачит Что ты Ему Не доверяешь А я И сейчас Ему Не верю Вот мы Еще раз Проверим его Чтобы у тебя Сомнений не было Хорошо Товарищ Сталин Так что Пусть летят Ну Пусть летят Хорошо Правильно Понимаешь Правильно Пусть летят Пусть летят Пусть летят Пусть летят Что Пусть летят Пусть летят Правда Три Выпрямитесь Четыре руки За спиной При наклоне Делать выдох При выпрямлении Вдох Раз Два И Четыре Лена Аина Ты зачем Выключила Мне звонила Лена из Свердловска Ага Приглашала нас В гости Ну а Выключила Ты зачем А еще Она сказала Что сегодня Утром В Свердловске Разбился самолет Они все Погибли Кто Хоккеист Он меня Обманул Три 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с тобой? Больф? Он... меня... обманул. Волик, мальчик мой, ну что ты долго так? Я же волнуюсь. Мам, да не волнуйся. Я вообще хочу, когда вырасту, гусаром стать. Иди сюда, гусар мой. Иди ко мне, хороший мой. Любимый. Пошли в дом. Пойдем. Волик, ну, Волик. Ну, дай прокатиться. Ага, опять свалиться хочешь? Ну, не надо. Волик, все ума. Соня, оставь Ростку в покое. Пошли ужинать. Слава Богу. Вот и еще один день пережили. Мам, мы картошку есть будем сегодня? Будем, будем. Сейчас молочка попьем. На, Битенька, ты любишь теплое. А потом и картошку. Пейте, мои хорошие, пейте. Спасибо, Ростке, кормилице нашей. Фу, мам, я не люблю парное молоко. Сема, не дури. Оно полезное. Для здоровья. Волик, дай ему хлеба. А ты чего там прячешь? Ничего, мам. Допивайте молоко. А я пойду картошку посмотрю. Опять пошел свою Ростку кормить. Ешь, Ростка, ешь. А я, Ростка, с тобой прощаться пришел. Жалко, Ростка, что ты скоро умрешь. Как жалко. И не смотри на меня так. Я ничем не могу тебе помочь. Не будет грустно без тебя. Чего это ты тут бормочешь? Чего это тебе грустно будет? А ну-ка, быстро спать. Наша Ростка скоро умрет. Кто умрет? Ростка помрет? И кто это тебе такую гадость сказал? Соседи, да? Небось, мой шагуберман сказал. У этого пьяницы вечно какие-то гадости на уме. О, Господи Боже мой. Господи праведный, за что ты меня доказала таким мужем и такими детьми? Гришка, последние гроши в шинке пробивает. Сынок, пророком заделался. Ростка помрет, фу, чтоб тебя. Да если Ростка помрет, мы все с голоду подохнем. Вот ты мне скажи. Ты мне скажи. Вот что ты, что ты предсказывать обздумал? Что ж ты предсказывать вздумал, сволочек кусок, а? Что ж тебе в мою пашку всякая гадость лезет, а? Нет, это не Ростка помрет. Это я скоро помру. Помру и заберет меня, Божийка, к себе. И избавит меня от этих мук. От нищеты, от этой. От мужа пьяницы, детей, дураков. Пошли спать быстро. Быстро. Пошли спать. Прощай, Роза. Пешите, гости дорогие. Да вас ничего не жалко. Лишь бы ко мне дорогу не забыли. Ну что, Гриш? Не пошла. А? Я тебя не прошу? На руку посиди. Вот тебе, Гришка, хорошо. У тебя сад вам какой. По осени урожай соберешь, продашь. Всю зиму и весну с прибытком будешь. Твои слова добру по нашу муравьину. Рыбе, ты меня зовешь? Иди сюда, Рыбе. Садись с нами. Съем. Что дальше? Рыбе, выпьем за твое здоровье. Рыбе, чтобы все было хорошо. Давай вы. Вот ты и говоришь, продать вырожай. Если вы были коровы, давно бы с голоду померли. А у кого коровы нет, она что завтра жить? Моя. А? Ты, Моя, горилку не пей. И завтра груши будут. Да что же вы говорите. Будет она проклята жизнь эта. А я ведь только от поляков, русских и слышал, что мы, мол, во всем виноваты. Нет, не ви, долбан. Евреи. Господи, ну почему ты бы родил меня евреем? А если бы он тебя сделал негром? Негром. Хочешь, будешь негром. Согласен? Будешь негром. Да хоть китайцам. Хочешь папуасам. Ой, я. Четверо голодных ртов жрать просят. Ксиха будь, одеть надо. Змавить скоро. Младшенький. До скрипки, да учиться играть хочет. Не надо, не надо. Вполне корюшко с синюю плавлю. Правильно, мой? Не говори так. Господь. Он нас не оставит. Будет день. И будет пища. Вот это. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Лунатиков ДимаTorzok 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 Сара, дай рассолу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ешьте, любимая. Пойду русскую гоню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Роза, красавица. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Роза? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Розка! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Роза, первилица наша! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Розочка! Что ж теперь будет? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гриша! Гриша, горе-то какое! Розка! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Розка поверла! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А-а-а-а! Как же так, Лена? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Салома. Ничем не болела. И подохла. Раз подохла, значит, чем-то болела. У бога просто так никто не подыхает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ох, Рэбе. А Волик еще вчера мне сказал. Розка наша помрет. Ну, как вам это нравится? Мне это совсем не нравится. Почему он так сказал? А вы сами его спросите. Такое с ним не в первый раз. Что не в первый раз? Предсказывает. Предсказывает? Вон в мае месяце соседу нашему, мой шагу Берману, сказал, сарай твой сгорит. И что вы думаете? Сгорел сарай. До последней досточки. Да? А тут еще. Поршивец-то мой. Меня спрашивает, мам, а на медведей, собачек послушных, смотреть пойдем? Я думала, умом тронулся. Так через неделю цирк приехал. Вот. А ты талмуд детям читаешь? Читаю. Что-то я тебя, Сара, давно не видел в синагоге с детьми. Да ходим, мы ходим. Не сойти мне с этого места ходим. А я тебя не видел, Сара. Скажите, Рэбе, Волик хороший мальчик, добрый, умный. Ну, что нам делать с его бедой, Рэбе? Ну, хорошо, Григорий. Ага. Сара? Ступайте домой. Пошли. Волик, сиди. Я с Воликом поговорю. Сиди, Волик. До свидания, Рэбе. До свидания. До свидания. Не обижайтесь. А скажи-ка по стрелу. Как ты узнал, что ваша Роска скоро умрет? Здравствуйте, Рэбе. Шалом. Явление тебе какое-то было? Нет, не было. Просто я закрыл глаза, увидел нашу Роску мертвой. А почему ты увидел именно её, а не что-нибудь другое? Не знаю. Я всегда про неё думал. Я очень любил наш Роску. Здравствуйте, Рэбе. Шалом. Да. А вот скажи мне, Волик, ли часто с тобой такое бывает? Ну, часто ты видишь будущее? Ну, не знаю. Вот помните Изи Чертака? Все тогда думали, что он в реке утонул. А я увидел его на базаре в Варшаве, а там картошкой торговал. Шалом, Рэбе. Приходите вечером в Шино. Ага. Ну, так что же, Изя? Я же тогда говорил всем, что он живой. Все надо мной смеяться стали. А он сам, вон, на Новый год вернул. Помни, Сирэбе? Помню, помню. Изю, помню. А вот скажи, ты разве бывал на базаре в Варшаве? Нет, не был. Так как ты мог увидеть то, что никогда не видел? Как ты узнал, что это Варшава? Не знаю. Знаешь? И я не знаю. Присядем. Слушай меня, мой мальчик. Господь дал тебе великий дар. Великий. Тебе будет жить с ним тяжело. Очень тяжело. И ты будешь жить и приносить большую пользу людям. Но обещай мне сейчас, что ты никогда, слышишь, никогда не будешь делать людям плохо. Обещаешь? Обещаю. Хорошо. А то... Господь Бог тебя самого за это сильно накажет.